Всем привет! С вами я, Дмитрий Фреско. Вы смотрите кулинарную пропаганду. Сегодня я собираюсь приготовить простецкую картофельную запеканку, которая в англоязычных странах известна под именованием шепперд спай или пастуший пирог. Момент. Шепперд это не вообще пастух, а пастух, который пасет именно овец. То есть исторически такая запеканка готовилась именно из баранины. Но на самом деле я снимаю сегодняшний ролик ради того, чтобы показать некоторые тонкости, которые, на мой взгляд, на мой вкус превращают просто вкусную запеканку в очень-очень вкусную. И тогда, учитывая эти тонкости, вы можете менять набор продуктов по своему усмотрению. Итак, мне понадобятся баранина, мясной бульон у меня куриный, молоко для картофельного пюре, немного муки, вустерский соус, томатная паста или протертые томаты, картошка, масло, лук, яйца, яйца тоже для пюре, морковь, сельдерей и бекон вареный копченый. Да, еще красное сухое вино и тимьян. Поехали! Тонкость первая. Начинка будет гораздо вкуснее, если мясо не прокручивать через мясорубку, а мелко нарезать. Да, процесс скучноват, конечно, но не так уж много этого мяса потребуется на запеканку. Так что остро затачивайте ножи и не ленитесь. Бекон надо нарезать брусочками не слишком мелкими, чтобы в начинке они были четко различимы. Немного оливкового масла. Бекон надо поджарить, подрумянить, чтобы появился такой классный аромат. Музыка. 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 Смотрите продолжение в следующей серии. На этом этапе овощи надо не просто потушить или размягчить, а именно поджарить до ярких, румяных, таких поджаристых корочек. Соответственно, время прожаривания выбирайте в зависимости от количества продуктов в вашей сковороде и от размеров комфорки, от мощности вернее. Короче, помешивайте и следите. Именно сейчас создается та вкусоарматическая база, на которой позже будет построен весь букет начинки. Да, если готовите сразу много, то мясо поджаривать лучше отдельно. Оно в этой куче овощей у вас не прожарится. У меня в сковороде места достаточно на все, поэтому отгребу в сторонку овощи. Вот так. И не торопитесь перемешивать. Мясо относительно холодное. Сковорода горячая, но она достаточно тонкая. Выложили мясо. Соответственно, это холодное мясо отбирает теплоту сковороды. Если вы сразу перемешаете его, то весь объем мяса, весь холодное мясо, отберет вообще всю теплоту и мясо начнет тушиться. Положили, оставили на 3-4 минуты. За это время вот этот тонкий слой мяса, который прилегает к сковороде, успеет поджариться и получат те самые прижаристые корочки. Потом будем мешать. Вот теперь можно перевернуть аккуратно все. Чтобы усилить образование продуктов реакции Майяра, добавлю немного муки. Она, кстати, соус чуть позже будет загущать. Сейчас на дне сковороды образуются продукты реакции Майяра. Собственно, именно ради них мы всегда и поджариваем продукты, и запекаем хлеб или булки в духовке. Вот эти вот румяные корочки и кажутся нам такими вкусными, такими ароматами. Ради них все это затевается. Ну, какая красота! Сейчас еще и томаты сюда. Их тоже надо поджарить. Заметьте, не вскипятить, а именно поджарить. То есть сначала ждем, когда лишняя влага выкипает, и только потом этот томат начинает поджариваться. Обратите внимание на этот процесс. То есть максимально все продукты сегодня мы последовательно проводим через эту реакцию. Ну, естественно, важно не сжигать все. То есть у нас в сковороде продукты должны становиться коричневыми. Налет на сковороде должен быть тоже коричневым, а не черным. Не надо ничего сжигать, это вкуса не добавит. Поэтому регулируем весь процесс мощностью конфорки. Отлично! Вот теперь время собирать камни. То есть на дне сковороды достаточное количество вкусностей. Так что добавлю сначала устарский соус и лопаткой снимаю со дна весь этот вкуснейший, ароматнейший нагар. Соус добавит яркости вкуса, но только этого соуса недостаточно, чтобы растворить весь нагар. Так что вино красное сухого сюда же идет. Вот так вот. Отлично! Оно тоже все будет растворять. Когда резкие запахи алкоголя уйдут, то есть алкоголь выпарится, он же в первую очередь выпаривается, он же более летучий, тогда положим бульон. Не положим, добавим. Заговорил совсем. И сейчас самое время приправить все. Тимьян, соль и перец. Все, на медленном огне пусть все тушится, пусть все ароматы пропитываются, смешиваются в этот единый классный букет. А я пока займусь варкой картошки для пюре. А теперь сборка с Шепердс Пайфы, запеканки. И настало время озвучить самый последний, на мой взгляд, очень важный для вкусовой гаммы момент. Вряд ли кто-то будет спорить, что запеченная с подрумянинными краешками, с ароматом дымка, картошка вкуснее, чем просто вареная. В духовке быстрее всего вот эти подрумянинные запеченные края образуются на острых краешках продуктов. Поэтому чем большее количество вот этих самых остреньких пиков, краешков на вашей запеканке будет, тем большее количество вот этих самых запеченных с ароматом дымка вкусовых кусочков, этих ароматов вы получите в своей запеканке. Поэтому картофельное пюре я вкладываю при помощи кондитерского мешка, выдавливая вот такие вот башенки, чтобы как можно было больше вот этих самых острых краешков. Температура 180-200, ждем подрумянивания. Собственно говоря, весь пирог внутри уже готов, все, что требуется от духовки, только получить вот эти самые запеченные поджаристые края у картофельной крышки, у картофельного поверхности нашей запеканки. Ждем. Нам начну, естественно, с картошки. Аромат печеной картошки, вот как будто она в костре запекалась. Мне это очень нравится, не знаю, как вам, я просто обожаю такое. На мой вкус это идеальное сочетание нежного, очень такого мягкого вкусного пюре и вот этого аромата и вкуса печенности, просто класс. Так, а теперь по начинке пройдусь. Она сочная, пропитана ароматами вина, бульона, овощей. Бекона копченого. Валенокопченого. Слушайте, это всем известная классная запеканка с несколькими тонкостями. Итак, напоминаю. Во-первых, мясо не фарш, а мелко режем ножом. Овощи режем довольно крупно и бекон довольно крупно, чтобы мы чувствовали, что там в глюде в этом, чтобы не каша получалась. Обжариваем обязательно. Именно обжарка нужна, чтобы получить вот эти вот продукты реакции Майяра, чтобы почувствовать вкус жареного мяса. После чего тушение. Тушение в вине, в бульоне насыщенном, чтобы была сочная очень штука. И выкладка картошки, ну, не обязательно этим кондитерским мешком. Нужно вилкой потом, в конце концов, наделать таких вот горочек, чтобы было большое количество вот этих остреньких краешков, чтобы получить как можно больше вот этих вот подточенных поверхностей. И тогда у вас получится ровно то, что я называю самым классным блюдом. И самым простым, наверное, в мире. Вот так. Саврал, конечно, есть еще гораздо более вкусное блюдо, но это прям превыше площадки похвал. Так что готовьте и наслаждайтесь. И напоминаю, промокод фреска и вот такой вот рептил с самура. Такой классный нож из АОС-10 с очень хорошей скидкой у вас в кармане. Пользуйтесь. Спасибо за компанию. Всем пока.